всем огромный привет дорогие друзья сегодня я хочу вам показать свои аксессуары которые вот только что закончила это вот такой вышитый пояс и такая маленькая вышитая сумочка и хочу рассказать вам про одного замечательного блогера под впечатлением чьих творческих работ я именно создала вот эти свои аксессуары буду говорить сегодня про геллу чара вот так выглядит ее канал сейчас я просто со штатива снимаю извиняюсь конечно за качество замечательный блогер давно смотрю ее канал у нее просто потрясающая идея просто за ней не успеваю честно говоря просто куча идей здесь смотрите давайте откроем плейлисты чтобы вам было лучше понятно да может быть кто-то не знает она и делает украшение своими руками у нее такие потрясающие оригинальные брошки я вот тут вижу она также занимается лоскутной техникой делает также украшение у нее куча идей подарков я вот тут вижу целый плейлист идеи подарков своими руками лоскутная техника просто потрясающие и просто очень интересные идеи я вот часто ее смотрю а эти письма от риги смотрите вот целый плейлист у нее писем от риги я даже думаю ей бы хорошо открыть вот литературный канал у нее очень приятный голос она так выразительно читает вот эти письма что просто вот сидеть за каким-то рукоделием и слушать эти письма это очень даже здорово поэтому кто не знает обязательно загляните а потом она еще и продает очень красивые изделия как свои так и заводские вот я советую ее канал просто замечательный канал а идеи просто потрясающие вот недавно она начала вот украшать джинсовую одежду камнями в общем бисером вышивкой разные и вот от этой идеи я и вдохновилась и создала свои вот эти аксессуары ну давайте сейчас я вам покажу свои аксессуары еще раз глядя на работы гелы я просто так вдохновилась мне очень захотелось вышивать вообще по жизни я люблю вышивать но обычно люблю вышивать крестиком а тут вот ну как-то раньше я вышивала и тамбурным швом и шов козлик мне знаком все эти швы я знаю но никогда я раньше не вышивала на джинсовой ткани и вот что я хочу сказать девочки это оказывается очень такой благодарный материал если я знал что у меня получится так в общем то неплохо вот вы видите можете оценить взяла я для начала просто старые джинсовые брюки распорола выкроила швея из меня никакая я шить не умею это вот большой минус конечно но если вы умеете шить это просто здорово вот но сейчас я думаю мне надо было все это сдать в мастерскую чтобы ой швее в общем чтобы мне это все сшило но я к сожалению сшила сама и как-то криво косо у меня получилось но вышивка при этом вот смотрите какая вышивка у меня получилось я очень довольна хотя заранее я даже не рисовала эскиз смотрите взяла вот просто выкроила два две стороны сумочки почему такие маленькие сумочки потому что это у меня сумочка как она называется я уже не помню для смартфона для документов но сюда поместится пакет и кредитные карточки в общем такая маленькая легкая сумочка иногда очень удобно такие носить тем более я с самого начала забыла сказать я купила платье в стиле бога сейчас я попробую тоже примерить если получится у меня и к этому платью просто захотелось такие свободные аксессуары сделать вот и взяла значит ткань даже заранее эскиз не рисовала и прямо сюда фломастером синим я начала рисовать завитушки вот нарисовала одну завитушку вот эту по моему она первая у меня вышила потом дальше начала рисовать и в итоге смотрите что у меня получилось я даже наверное если бы села и начала рисовать эскиз у меня вот такой конструкции бы не вышло наверное настолько все красиво получилось это я все благодарю гелло почему потому что настолько светлый человек и вот вдохновленная ее работами и у меня получилось тоже здорово очень довольна просто вышивала я тут и тамбурным швом вы видите да и шов козлик здесь у меня присутствует вот он вот такие вот как бы крестики кто не знает очень легкий простой шов и главная ткань почему благодарны потому что ткань грубая и я вышивала здесь мулине это гамма вышивала в 3 нити то есть по смому лины поделила пополам по 3 по 3 как раз получается так ведь там как раз шесть нитей и вот грубые толстые ниткой вышивала по грубой ткани и если вы даже не умеете вышивать у вас тоже получится потому что вот эта сама грубая основа она хорошо принимает вот грубую грубую вышивку здесь она уже не смотрится как что-то неприятное некрасивое все ложится очень хорошо я хочу сказать вот что вот потом уже вышивала немножко бисером немножко бусинами вы видите да немножко это вот так вот поблескивает но на этом я конечно сэкономила можно было и больше добавить ну ладно это не самое главное важно в этом деле идея вот если вы хотите тоже можете попробовать но все это я посадила на клеевой изолон трехмиллиметровый вот он у меня был я вам даже показывала но приклеилась немножко неровно потом я сделала вот тут небольшое донышко тоже криво коса вы видите я повторяюсь что не умею шить вот эти швы они конечно оставляют желать лучшего здесь у меня такой замок под золото правда почему я поставила бронзовые аксессуары вот сюда и здесь но я плясала вот из этого из этой цепи у меня это цепь было поэтому я не хотела ничего прикупать ой что-то не то сказала поэтому я использовала бронзовую фурнитуру вот смотрите может быть сюда больше подошла бы фурнитура серебристая вот такая сумочка получилась и вот такой пояс давайте тоже покажу вот смотрите пояс я сначала планировала вышить только здесь но потом смотрю у меня материал такой старенький и надо было закрыть но если бы я знала что у меня так красиво получится я бы взяла новую джинсовую ткань вообще сейчас уже вот прикупила ткань уже начала вышивать новую сумку тоже потрясающе получается потом я вам обязательно тоже ее покажу вот ну вот здесь тоже один минус есть сейчас покажу вот такой у меня ремень и такие ремни они предполагают сборку на резинке а так как это вот плотная плотная ткань то резинку я в общем то не нашла я бы вот под рукой уже нет у меня единственная резинка была 6 сантиметровая а тут ширина 7 поэтому и она еще была черная я хотела хотя бы сюда немножко ее включить а так получилось вот в общем размер у меня не регулируется вот это имейте ввиду если будете собирать на таких застежках то вот обязательно какая-то часть пояса должна быть на резинке ну я тут оставила припуск как бы могу распустить вот тут немножко отпустить а так вот пока только по одному размеру мне сейчас как раз но если похудею или поправлюсь то наверное будет уже маловат сюда здесь я тоже дублировала изолоном вот поэтому такой толстоватый пояс но не очень в общем сейчас посмотрите на мне вот сзади выглядит вот так здесь я пыталась немножко вышивать по как сказать в общем я вот так вот зеркально сделала рисунок даже тоже эскиз заранее не рисовала я но сначала вышел оси половину вот так вот половину вышила а вторую половину уже калька я прямо отсюда срисовала и сюда пропечатала вот такой пояс у меня получился в итоге очень даже нравится хотя тоже не очень аккуратно ну да ладно это же для себя в конце концов правильно вот такой пояс и такая сумочка но сейчас я померю покажу как это смотрится на мне смотрите девочки вот такое платье стиля бога в общем большое может быть мне уже и не по возрасту немножко вот такие аксессуары вот так смотрится но мне кажется немножко теряется на этом фоне пестрым да как вы считаете сейчас я вам еще померю с однотонным платьем пояс вот так покажу и такое платье все начал вот с однотонным платьем примерно вот так смотрится ну вот такая творческая работа у меня сегодня была очень довольна очень рада обязательно загляните на канал гелый чары если вы еще не знаете ссылка у меня будет внизу в описании ну а я с вами прощаюсь спасибо что посмотрели мое видео творите наслаждайтесь и до следующего видео пока пока